МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Надежда Фролова. Календарное лето не за горами, и скоро, буквально через несколько дней, начнутся такие долгожданные каникулы. А каникулы – это время не только для отдыха, но и возможность для подростков получить первый трудовой опыт и даже заработать. Сегодня у нас в гостях инспектор Кировского кадрового центра Елена Викторовна Матвеева. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы очень рады, что вы пришли сегодня к нам, и мы надеемся, что вы расскажете нам все о трудоустройстве подростков. И мой первый вопрос – с какого возраста можно идти работать? Мы принимаем подростков в возрасте от 14 до 18 лет. То есть это те подростки, которым уже исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет. Нужно ли согласие родителей для того, чтобы трудоустроиться? Да, обязательно согласие родителей требуется для подростков в возрасте от 14 лет и 15 лет. В этом возрасте по Трудовому кодексу у нас обязательно согласие родителей. Помимо этого, для 14-летних необходимо также постановление с органов опеки на разрешение на работу. То есть подростки 16 и старше уже не нуждаются в согласии родителей? По Трудовому кодексу они могут работать уже самостоятельно. Какие документы необходимы подросткам для трудоустройства? Ну, сейчас у нас также стандартный пакет документов. Это паспорт, СНИЛС, ИНН, реквизиты банковской карты МИР, оформленные на имя ребенка. Медицинская справка от врача 086У. Это определенная форма как для поступления, так и для работы подростков. Справка об отсутствии судимости, если ребенок будет работать в детском учреждении, либо в школе. И согласие от родителей в возрасте 14-15 лет обязательно, и для 14-летних согласие и разрешение из органов опеки. С подростками заключается трудовой договор? Да, обязательно с подростками заключается срочный трудовой договор. Сроки обговариваем мы заранее с работодателями, которые у нас работают вместе с нами, сотрудничают с нами. Обычно это срочный трудовой договор от двух недель до месяца. Но подростки – народ непредсказуемый. Вот он решил, что он хочет работать, вышел на работу, все оформил, но вдруг понял, что не тянет. Вдруг случается такая ситуация, что делать в этом случае, какие санкции будут? Ребенок просто подходит к своему работодателю и пишет заявление по собственному желанию, что он прекращает срочный трудовой договор по своей инициативе. Если у подростка на момент его первой работы еще нет трудовой книжки, она появится в связи с тем, что он устроится на какое-то место работы? Конечно, у него появится трудовая книжка, но она будет в электронном виде. То есть записи в бумажном варианте не будет. Это плохо или хорошо? Это хорошо. В любом случае эта электронная книжка никогда не потеряется. Она всегда будет при ребенке. Если со временем ребенок захочет иметь все-таки бумажную трудовую книжку, сможет ли он это сделать? Это уже решает работодатель. То есть положено ему бумажный вариант трудовой книжки или нет. То есть это решает уже работодатель непосредственно, когда будет принимать на работу. Но вообще электронная трудовая книжка и бумажная трудовая книжка, они равноценны? Конечно. Стаж будет исчисляться именно с момента первой работы подростка? Да, конечно. Как только ребенок приступает к работе, у него уже идет трудовой его стаж. Потому что все отчисления у нас от работодателя, они все обязательны для работодателей. Поэтому все это фиксируется и трудовой стаж уже идет. И ребенок также, как и взрослый, будет платить налоги? Обязательно. 13% подоходного налога обязательно ребенок также выплачивает. Чем отличаются условия труда подростков разного возраста? По трудовому кодексу это четко прописано. Ребенок может выполнять легкий труд. И в возрасте 14 лет ребенок может работать только 4 часа. 15 лет 5 часов. И 16-17 лет это 7 часов. Это полная ставка для ребенка. Еще раз уточню, это в период каникул. В свободное от учебы время по трудовому кодексу совсем другие условия. В свободное от учебы время это те дети, которые учатся и хотят поработать. То есть они идут на работу после своей учебы. В возрасте от 14 до 15 лет у них 2,5 часа всего лишь они могут работать. В 16-17 лет они могут работать 4 часа, не больше. А могут ли официально работать дети до 14 лет? Они могут работать, но мы с такими детьми не заключаем трудовые договора, потому что там 13-летние могут работать только съемки, цирковые какие-то номера. То есть вот такое. Что-то творческое. Да, что-то творческое. Подростки могут работать абсолютно на любой работе или есть какие-то ограничения? Конечно, легкий, неквалифицированный труд. Обычно мы устраиваем детей на такие работы. У нас в городе Кировске мы обычно трудоустраиваем детей подсобными рабочими, либо уборщиками территории. Ну и, конечно же, наверняка всех интересует именно материальный вопрос. Сколько подросток может заработать за месяц и за лето? Здесь зарплату выплачивает работодатель, и зарплата будет зависеть от количества рабочих дней, от количества часов и на какую ставку будет принимать работодатель. Поэтому четко сказать, сколько ребенок заработает, я, к сожалению, не могу. Но четко могу сказать, что зарплата зависит от МРОД. Но это как минимум не ниже? Не ниже. А сколько сейчас МРОД? 37, 356, 60. То есть, в принципе, на эту сумму подросток может меньше? Меньше, потому что подростки в возрасте 16-17 лет, они могут работать 7 часов. То есть, естественно, им заплатят за 7 часов часов. А 14-летние 4 часа, 15-летние 5 часов. Поэтому зарплата, конечно, немножко будет поменьше. Ну, 20 тысяч заработают точно. Конечно. Ну, это очень достойные деньги. Если заполнить рабочий месяц. Сколько рабочих мест для подростков существует в Кировске и в Апатитах? В Кировске мы обычно всегда создаем 360 рабочих мест. Это 110, уже на сегодняшний момент создано 110 рабочих мест. Это за счет средств местного бюджета. И 250 рабочих мест за счет средств АО «Апатит». Данная организация – это ООО «Народный контроль». Они, ребята, работают у нас на объектах города Кировска. Сейчас объектами являются Маусок, Горняк, это уборка парка, стадиона, Ледовый дворец, бассейн и ботанический сад. Там большинство, количество детей будет трудоустроено. Также с нами сотрудничает архив. Они набирают взрослых девочек. Также сотрудничает конный клуб «Ласточка». Туда устраиваются те дети, которые очень любят животных и готовы ухаживать за ними. Ну и другие объекты города Кировска. А куда ребята в основном хотят попасть? Обычно либо ботанический сад, либо Маусок, Горняк. Потому что там большинство детей идут. Им как-то не скучно, здорово, весело, задорно. И в ботаническом саду, естественно, это красота, это природа. Дети могут как поработать, так же и отдохнуть душой. Маусок, Горняк, это тоже уборка парка, стадиона. То есть это тоже природа, это тоже активный отдых и плюс работа. Срочный договор заключается на календарный месяц? Не всегда. Да. Если мы говорим с вами про средства местного бюджета, это 110 рабочих мест, это детские садики и школы, то да, здесь дети трудоустраиваются у нас ровно на месяц. Это с 1 по 30. У народной контроль мы работаем по 10 рабочих дней. То есть первый период сейчас, который мы запускаем, это с 5 июня, пойдет по 16 июня. Второй период, это будет с 19 июня по 30 июня. То есть, в принципе, у подростков есть возможность попробовать себя на какой-то небольшой срок и решить, будет ли он работать дальше. Да, мы вот это вот специально и делаем. И еще мы рассчитываем на то, что у детей сейчас у некоторых есть экзамены, ребенок сейчас не может приступить к работе. У него есть вторая половина июня, на которую он также смело может претендовать и пойти поработать уже с 19 по 30. По вашим наблюдениям, из года в год приходят одни и те же дети или они меняются? Дети, конечно, меняются, потому что дети взрослеют, очень стремятся на работу. 14-летние ребята у нас, они делают свои первые трудовые шаги, и, естественно, их стремление заработать свои собственные деньги немножко повыше, чем уже детей, которые поработали. Но с каждым годом дети взрослеют, и они приходят постоянно. Одни и те же, но и новые детки, которые подрастают, также стремятся пойти на работу. А много ли тех, кто не справился и не захотел больше возвращаться? Нет, таких детей практически нет. Есть детки, которые пошли на работу, но немножко как бы недопоняли, что такое значит работа. Но они в течение трудовой деятельности, они исправляются, и, в принципе, все получается у нас хорошо. Мы сказали подробно про Кировск, но немножко про Апатиты. Есть такая возможность рассказать, какие рабочие места есть там? В Апатитах тоже ежегодно создается много рабочих мест. Сейчас у них работает молодежный центр города Апатиты. У них создано на период летних каникул 300 рабочих мест. И точно так же Апатитский кадровый центр сотрудничает с народным контролем. Там создано будет 150 рабочих мест. Это тоже также объекты города, только Апатиты. Сейчас кадровые центры работают по методу клиентоцентричности. Значит ли это, что подросток максимально проблемный, который придет к вам, вот с каким-то очень высоким запросом, тоже получит свою работу? Безусловно, мы с каждым клиентом ищем свой индивидуальный подход. И если ребенок категорически отказывается, допустим, работать на уборке территории, конечно, мы выясняем, куда бы он хотел. Если такой объект у меня существует, конечно, я этого ребенка постараюсь трудоустроить именно туда. Но в большинстве случаев у нас все-таки для детей это уборка территории. То есть это работы неквалифицированные, связанные с уборкой. Бывают ли такие случаи, когда ребенок приходит и уже знает, куда он хочет, либо у него есть какая-то, может быть, договоренность, и вообще нужен ли тогда кадровый центр? У нас за счет средств местного бюджета работают с нами детские садики и школы. Они обычно составляют свой список детей, тех детей, которых они опросили, и те дети, которые хотят у них работать. То эти организации мне предоставляют список детей, и я уже непосредственно знаю, что данный ребенок пойдет, допустим, в школу номер 7 работать. Недавно прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, и буквально через небольшое время стартует следующий, второй. Для подростков чем может быть интересно это мероприятие? Для подростков будет интересно данное мероприятие, потому что мы еще раз будем приглашать тех работодателей, с которыми мы уже в данный момент работаем, которые могут напрямую детям сказать ту информацию, которая интересна будет для них. Так называемая зарплата, которую ребенок получит за тот или иной период, какие условия труда они могут предоставить, ну и все вопросы, которые всегда интересуют детей. Елена Викторовна, большое спасибо вам за разговор, он получился содержательным. Мы благодарим вас за то, что вы нашли время в свою такую горячую пору и пришли к нам в студию. Напомню, у нас в гостях была инспектор Кировского кадрового центра Елена Викторовна Матвеева. Надеюсь, наш сегодняшний разговор поможет подросткам определиться, что же именно они будут делать нынешним летом. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!